Рекламировать этот интернет-магазин, его преимущества и регистрировать людей уже непосредственно на сайте компании Reflame, чтобы они приобретали новый статус, они становятся покупателем этой продукции. Это называется организация товарооборота. Смотрите, почему еще выгодно работать с Reflame. Во-первых, это красивый бизнес, он комфортный, он нужный людям. Самое важное на слово это красивый, потому что это позволит и вам быть красивыми, развиваться в этом направлении. Конечно, многие считают, что это женский бизнес. В нашей команде преимущественно на данный момент больше девушки и женщины, поэтому можно говорить женский. Но масса уже примеров, что мужчины тоже очень активно приходят, поэтому если вы будете приглашать мужчин, это замечательно, это возможность для них. Мужчины вообще, у них такое мышление более логическое, они все просчитывают, они быстрее здесь видят перспективы. Вот лично моя история, я осталась с компанией Reflame, и именно потому, что мой муж разобрался в этом вопросе, сказал, Таня, это очень перспективно. Если что-то не получается, просто нужно разбираться, учиться, тем более компания дает эту возможность. Он говорит, нужно просто понять, как это работает, а это действительно перспективно. Поэтому лично моя история, именно благодаря мужу я здесь осталась и стала разбираться, докапываться и так далее, интересоваться, посещать тренинги, чтобы само себе понять, как это работает. Поэтому для вас могу сказать, что да, действительно бизнес комфортный. Чем еще комфортен бизнес, независимо от того, какое сейчас у вас положение жизни, у вас есть работа, либо нет, чем вы там сейчас занимаетесь, мама вы в декрете, либо независимо, какая у вас сейчас ситуация, в принципе можно начать. Кто-то начинает очень активно работать, кто-то постепенно осваивается, уделяя час-два этому времени, но тоже он может прийти, результаты чуть-чуть отодвинутся во времени, но все равно этого можно достичь и можно это дело освоить. Вы сами будете себе определять цели, кому-то надо очень много, кому-то поменьше. Соответственно, вы сами решаете, сколько вам надо и сколько вам времени нужно будет уделять. Вы можете выбирать, с кем работать, это тоже очень важно, потому что вы, возможно, у вас есть сейчас работа и сталкивались с таким понятием, что вы пришли в коллектив, есть люди, которые не очень, скажем, приятны там, а вы вынуждены терпеть эту ситуацию, потому что такая система, вы не можете выбирать там себе людей. То в этом бизнесе вы можете подбирать, с кем работать, потому что подбирая себе людей в ключевую команду, да, вот есть категория потребителей, покупателей, да, соответственно, вы научили, рассказали, дали информацию в письменном виде, либо сообщением, всегда готовы чеку ответить, но вы не обязаны с ним плотно работать, если у вас не складываются отношения там с ним и так далее. В свою ключевую команду вы можете выбирать себе людей, которые вам близки по духу и с которыми вы будете развивать ваш бизнес совместно, вместе. Поэтому вы решаете, с кем работать, и это крайне важно. Сколько времени, как я сказала, будете уделять, вы сами решаете, и место работы тоже может быть ваше решение, потому что, вот, допустим, в нашем проекте мы работаем в интернете, соответственно, сейчас вся техника так устроена, что вы можете работать на компьютере, вы можете работать на телефоне, вы можете с планшета и так далее. Я многое делаю на компьютере, при этом у меня все это налажено в телефоне, если я с ребенком гуляю на улице, я уже какие-то действия могу сделать, кому-то могу ответить, где-то зайти на какую-то рабочую страничку, что тоже очень комфортно, понимаете. Этот бизнес можно делать вот по ходу даже жизни, вот какие-то элементы работы можно делать вот в привычной даже нашей обстановке. Поэтому это тоже рассматривайте, если вам люди будут говорить, мне нет компьютера, либо у меня еще чего-то нет, поверьте, если у человека есть хороший телефон, он тоже может строить бизнес, даже просто работая с телефона. Возможно, у него какие-то функции там не совсем будут ему доступны, допустим, вебинары наши мы можем смотреть только на компьютере, но в записи вебинара вы можете просмотреть на телефоне, когда уже появилась запись. Поэтому тоже, как говорится, комфортное дело можно развивать сразу и так далее. Смотрите, что нужно конкретно делать, часто люди задают вопросы. Компания Reflame нам предлагает готовый бизнес под ключ, вся система уже разработана. Более того, в нашей команде, в нашем проекте, вот мы вас приглашаем, дополнительно разработана пошаговая система конкретно работы в интернет, система развития, система быстрого роста. Если вы примете нашу систему, начнете ее действовать и будете выполнять уже то, что мы вам рекомендуем, то мы гарантируем вам рост, если вы, как говорится, будете это выполнять. Потому что вся система уже продумана, вам ничего не нужно, как говорится, самим там изобретать. Вам не нужно, как я уже сказала, не арендовать помещение, не платить зарплаты, не сертификация. Вот эти все вопросы берет на себя компания Reflame. Вам нужно будет только организовать поток новых потребителей продукции в компанию Reflame. По сути, реклама. И три простых действия, чтобы это осуществилось. Покупать продукцию для себя, своей семьи, ну это и логично, потому что вы открыли свой интернет-магазин. И, конечно же, как говорится, зачем мне покупать у кого-то, если теперь отныне у меня свой личный интернет-магазин косметики, средств ухода и там товаров для здоровья, аксессуаров и так далее. Это тоже как бы уже само собой получается. Приглашать, регистрировать новых покупателей, как я сказала, и проходить обучение. Что такое обучение, да, чтобы вы тоже понимали. Ну, во-первых, оно в режиме онлайн, в свободном графике. Его нужно проходить только для того, чтобы быть в курсе новостей. Если вы именно развиваете свое дело, то, конечно, вам нужно освоить эту систему работы. Потому что без знаний ничего не получается. Это новое дело для вас. Вам нужно научиться это делать и наладить эту систему. Мы поделимся всем этим опытом. Но вам нужно выделить время и научиться, и понять, как работает эта система. В принципе, и все. Покупать для себя, я уже сказала, да, вам важно просто что понимать. Вы и так покупаете такую продукцию. Вы уже куда-то приносите свои деньги, да. Вы либо покупаете в крупных сетях, либо вы покупаете в магазине, который возле вашего дома. Ну, у каждого уже своя система, там, как он это себе покупает. Уже есть какие-то привычки. Соответственно, вы должны понять, что отныне у вас свой интернет-магазин. И, конечно же, когда вы ходите и платите деньги в каких-то других магазинах, вы приносите прибыль тем магазинам, да, потому что создаете своими покупками товарооборот. Если у вас свой интернет-магазин на базе крупной компании Reflame, но он ваш личный, да, соответственно, и ваши покупки являются частью товарооборота вашего теперь личного интернет-магазина, с которого компания платит вам доход, процент. Соответственно, ваши личные покупки – это и есть тоже часть товарооборота вашего интернет-магазина. Поэтому, конечно же, вывод напрашивается сам, покупать у себя, самим покупать, да, что и своих членов семьи оповестить в том, что у вас интернет-магазин, и там большие скидки. Конечно, это нужно сделать. Вот, и, соответственно, это тоже будет товарооборот, и вы будете получать доход. По поводу приглашать, регистрировать. Как я уже сказала, разработана система, которую вам нужно отладить, да, есть готовые инструкции, шаблоны. Поймите, что информации много, поэтому вам нужно пошагово это пройти, чтобы не было наслоений, не казалось, что этого очень много. У каждого из вас есть персональный менеджер, у нас есть чаты и так далее. Мы работаем в социальных сетях, мы работаем в интернете, мы работаем. Для вас у нас ежедневные вебинары, у нас презентация проекта в 12 часов ежедневно проходит. Вы можете приходить сами, если еще не совсем разобрались. Есть возможность плотного сопровождения, не волнуйтесь. У нас есть групповые чаты в Вайбере сейчас, активно настроены. Есть чаты веток. Это чаты для новичков. Вы уже каждый являетесь, кто зарегистрирован уже участником чата. Те, кто сегодня пришли первый раз и только еще принимают решение зарегистрироваться в наш проект, знайте, что после регистрации вас сразу добавят в чат ветки. В этом чате у нас новички. И самое главное, что вы должны для себя понять. Все люди, которые добавляются после вас в этот чат, они все уже относятся к вашей структуре. Про это мы сейчас будем чуть позже говорить, про помощь нашего проекта и каким образом выстраивается клиентская база. И, соответственно, знайте, просто для себя помечайте, что все, кто добавлены после вас, вот у нас там принято приветствовать друг друга, у нас это коллектив, да, люди как бы знакомятся, поэтому вот такой вот есть чат. И знайте, что это уже люди в вашей структуре. Плюс у нас в проекте есть канал на YouTube, у нас есть уже работающий канал, где очень много информации собрано. Плюс сейчас еще один создается канал, такой же, ну, для более новой информации, тоже он есть, это тоже в открытом доступе, поэтому, пожалуйста, от вас только, как я говорю, время и желание понять эту систему, обучаться. Сейчас три возможности получения дохода основных, да, это экономить на своих покупках от 20 до 70%, потому что базовую скидку компания дает всем с первого продукта, что тоже очень важно понимать. Условий закупок нет в Арифлейм, да, вы хоть одну штучку купите, сразу будет скидка 20%. Это крайне выгодно, и это очень выделяет компанию Арифлейм среди других предложений на рынке, которые вы можете тоже встречать, вам тоже могут такое предлагать. Знаете, что 20% дается на любой продукт, независимо от суммы заказа. Конечно, если человек делает больше заказа, покупает не только для себя, да, и покупает широкую линейку для себя, ну, как говорится, полностью меняет магазин, и все теперь отныне покупает в Арифлейм, то, что ему нужно для личного потребления, плюс он еще обеспечивает свой близкий круг, имеется в виду, там, ну, вот родители, там, возможно, сестра, братья, но имеется в виду такую семью, с кем вы общаетесь, да, у вас есть скидка, у вас есть свой интернет-магазин, вы им про это можете сообщить и делать совместные уже покупки, чтобы предложить этим людям тоже такую же скидку, это выгодно покупать. Соответственно, на ваши заказы будет больше, и, конечно же, компания будет поощрять вас за вот такие покупки, да, и, соответственно, сразу скидка становится 32%, многие про это знают, если кто-то это слышит впервые, да, знайте, скидка у нас меняется, и чем больше ваш сарказ, тем больше получается скидка. Что такое цифра 70%, да, это когда вы делаете большие заказы, плюс процентный комиссионного, плюс компания сама устраивает различные акции, у нас есть возможность покупки продукта с 50%, и все эти скидки суммируются, и получается выгода человека 70% составляет. Я сейчас не говорю про спецпредложения, когда сама компания делает какие-то распродажи, делает, ну, вообще, скажем, да, очень сильно снижает цену, плюс ваша скидка, которая базовая есть, получается, это очень выгодно приобретать. Есть такая возможность, это как показывать каталог и получать медленную прибыль, мы про нее рассказываем, я объясню почему, потому что все равно будет какая-то категория людей, и которая, ну, знаете, вот люди увидели возможность, да, что есть цена склада, цена интернет-магазина, именно внутренняя цена, и есть цена каталога, и, скажем, в цене каталога уже заложена прибыль-то тому человеку, который, ну, не поленился, показал каталог и нашел каких-то клиентов. Такие тоже есть, их достаточно много, но от себя могу сказать, и мы вас зовем сюда не продавать, потому что мы знаем прекрасно, что на продажах много, ну, не заработать, там можно заработать такие, знаете, денежки, ну, на чуть-чуть, иногда на свою косметику, иногда студенты это делают, да, быстрые деньги, не нужно ждать какой-то организации, вот сегодня я вот здесь купила, там кому-то показала, они, точнее, показала, да, они заказали, я купила, принесла, вот, пожалуйста, торговая надбавка, она есть. Такая возможность есть, и у вас в группах могут оказаться люди, которые, ну, захотят продавать, запретить вы им это не можете, это выбор человека, потому что сам человек решает, какие действия он будет делать в сотрудничестве с Арифлейм. Такая возможность есть, и вы про это, пожалуйста, знаете, вот, но, как говорится, больших денег не заработать, да. Мы вас приглашаем на возможность получения дохода от построения структуры лояльных потребителей, то есть мы приглашаем в компанию покупать для себя продукцию. Смотрите, именно за это и платят большие деньги компания Арифлейм, потому что каждый партнер становится лояльным покупателем с дисконтными скидками, да, вот, это очень выгодно, да, и вот вы можете на слайде видеть такой пример, что если 100 человек купят на 100 рублей всего лишь себе продукт, как в любом другом магазине, мы все покупаем такие продукты, и получается будет товарооборот вашего интернет-магазина 10 тысяч рублей. Ваш примерный доход составит 1000 рублей, хотя вы никому лично ничего не продавали, ни одну баночку никому не понесли, не ставили себе такую задачу, вы прорекламировали возможность и зарегистрировали человека как покупателя в интернет-магазин. Вот вы, скажем так, посредник между компанией Арифлейм и новым покупателем. Вы должны рассказать человеку, почему это выгодно, какие предложения, какие там, вот чего есть, вот это вся ваша работа. Реклама и информационное сопровождение человека. В начале вам даже это не нужно будет делать, потому что вы присоединяете человека в проект, и так устроена система работы, что сама команда менеджеров проекта обучает ваших же новичков, пока вы еще сами тоже осваиваетесь, что тоже очень удобно. Вот, вы можете начать работать и сразу, как говорится, включиться в процесс. Если 100 человек, давайте предположим дальше, да, купили себе продукцию не на 100 рублей, а на 1000 рублей. В принципе, 1000 рублей – это сейчас те деньги, которые приблизительно, ну, может быть, в крупных городах, да, ну, в основном семья из 4-х человек тратит на косметические средства и средства по уходу ежедневного потребления, имеется в виду, да, вот эти гель для душа, мыла, шампуни, ну, вот такой набор, который есть, в принципе, у каждого в ванной, вот эти именно продукты. В среднем эта цена, вот, сумма, точнее, составляет 1000 рублей. Если эти 100 человек купят для себя, для своей семьи на 1000 рублей, то ваш товарооборот, вашего интернет-магазина станет 100 тысяч рублей. Поверьте, что одному уж явно вообще точно не напродавать на такую сумму, потому что за 3 недели, это же сколько надо продавать, тем более вы видели, какие цены в каталогах, ну, это очень много, да, вы просто это реально одному сделать невозможно. Вот, смотрите, ваш доход примерно составит 10 тысяч рублей. Если предположить, что, допустим, эти 100 человек, либо какие-то другие 100 человек у вас в вашем интернет-магазине, купят на 3000 рублей, допустим, вот они рассмотрели более внимательно наши каталоги, возможно, где-то посмотрели видео, которое вы предоставляли по уходу, по комплексному уходу, да, соответственно, 3000 рублей, это тоже будут такие у вас покупатели, потому что сейчас, вот, если вы можете обратить внимание, ну, как бы вы же сейчас в реальном мире живете, да, знаете, какие цены, знаете, цены, допустим, на ароматы, есть люди, которые покупают для себя аромат за 5-6 тысяч рублей, понимаете, поэтому 3000 рублей для многих сейчас это не такие уже большие деньги, у вас таких покупателей тоже будет много, соответственно, доход вашего интернет-магазина будет уже 300 тысяч рублей, да, и ваш примерно личный доход начисления от компании будет составлять 30 тысяч рублей уже, вот видите, хотя люди не купили себе ни вагонами, ничего, они не открывали какие-то там себе магазины продажи косметики, они купили только для себя, понимаете, для себя, для своей семьи, вот в чем, как говорится, самая большая глубина этого вопроса. Ну, и если предположить, что не 100 человек, а 1000 человек у вас в организации, то, конечно же, и каждый купит на 3000 рублей, то, конечно, очень много, поэтому мы приглашаем много людей, люди сами выбирают, что они хотят делать, на какие суммы покупать себе продукцию, да, кто-то покупает на мало, кто-то покупает на много, ну, как говорится, вольный человек, именно из-за того, что нет условий закупок, соответственно, клиентов может быть очень много, кого и как приглашать. Давайте подытожим то, что я сказала, да, что в вашей организации, в вашем интернет-магазине вам нужны все люди, да, кто-то может покупать, кто-то захочет продавать его право, да, говорится мы, ну, хочешь, пожалуйста, ради бога, тебе нужна информация, как это можно сделать, да, я могу тебе подсказать, потому что уже более опытная, но в нашем проекте мы не обучаем продавать, потому что мы не приглашаем продавцов, поймите сразу, вы тренингов по продажам, как таковым продуктов, вы не услышите у нас, потому что мы заинтересованы именно в партнерах, которые захотят развивать собственный бизнес, и развивать этот бизнес по готовой системе работы. Вот, что нужно будет делать? Рекрутировать это, искать новых людей по нашей системе, регистрировать на официальном сайте, как я уже сказала, давать инструкции, все шаблоны, все есть это для вас, нужно будет обучать людей, то есть давать им информацию, да, как я говорю, вы сначала поймите сами, где ее брать, а потом будет это тоже, как говорится, на уровне клика, да, вот, ну, как в интернете все происходит, вот, скопировал и отправил. Самое сложное действие, которое вам нужно будет освоить, это скопировать и отправить человеку. Вот это, в принципе, самое главное действие, которое есть. Все будет зависеть от вас, с какой скоростью вы можете понять, где взять информацию, да, вот в команде, где и с какого источника взять, и как быстро вы можете человеку ее отправить. Все, интернет так устроен, реклама так и работает. Чем большее количество людей увидит ваше предложение, соответственно, будет большее количество людей, которые согласятся. Если вы будете одному-двоим в день предлагать, где-то в соцсети написали, либо одно объявление поставили раз в неделю, то, конечно, ваши, ну, новые, скажем, клиенты, да, и новые партнеры вашего интернет-магазина появятся, ну, наверное, там значительно во времени. Если вы будете этим заниматься ежедневно, планомерно, системно, вот, наладите себе эту работу, то, заметьте, да, 3-4 месяца упорной работы, вот, знаете, полного погружения принесут вам через время, как я называю, пассивный рекрутинг, уже люди будут сами вас искать, сами регистрироваться, они уже поймут, привыкнут и так далее. Все, про это все мы рассказываем, понимаете, но важно настроиться, что это ежедневная работа, так как любой бизнес, вы открыли свой магазин, да, он в интернете, но вы меня извините, он у вас должен быть открыт, а если вы ваш магазин, пускай даже виртуальный, открываете раз в неделю, то, соответственно, какие у вас будут доходы, если это по-простому так говорить. Теперь смотрите, пока вы будете обучаться, вникать в эту систему, налаживать эту свою собственную систему, да, все свои вот эти рабочие места, шаблончики, все, вот, как говорится, чтобы у вас разложилась по полочкам, у вас уже будет строиться ваша клиентская структура, потому что мы работаем, у нас общая цель, да, когда мы приглашаем партнеров, мы заинтересованы в их росте, и компания платит дополнительные деньги за развитие партнера. Вы поймите, что это как бы такая командная работа, где взаимовыгодное, я говорю, сотрудничество. Компания платит, ну, нам там, будет платить вам в дальнейшем за то, что вы будете развивать партнеров, которые пришли, ну, чтобы не просто купить себе там, ну, возможно, что-то еще там, просто как покупателя, именно хотят развивать этот бизнес. И вот, если этот бизнес у человека будет развиваться успешно, он будет получать доходы, компания поощряет дополнительно тех людей, которые обучают и налаживают систему новым партнерам. Поэтому это очень важно. И мы вас зовем как партнера. Вы пришли сейчас сюда, уделили свое время, и знаете, что мы вас всех рассматриваем, каждого, кто сейчас присутствует, именно как партнера нашего проекта, который заинтересован получать доход, зарабатывать с Арифлейм. Понимаете, ну, вы уже, наверное, поняли, что покупать дешевле, у вас эта возможность будет всегда. Но я хочу, чтобы вы услышали именно о возможности дохода. И именно вот это от нас предложение. Мы готовы вам помогать. Минуточку, хотела еще вот на этом слайде остановиться, да. У нас принцип работы наш, мы строим, вот, всех новичков, которые приходят после вас, мы регистрируем уже вашу ветку, да, друг за другом, вниз цепочкой. И у нас так получается, соответственно, пока вы учитесь, у вас уже первые люди, первые клиенты вашего интернет-магазина, они уже зарегистрированы командой менеджеров и командой уже активных партнеров. Такая у нас, такой принцип, да, вам будут помогать строить потребительскую структуру, да, вот эту первую ветку совместную, как мы ее называем, командную. Смотрите, количество веток, ну, это просто самый оптимальный способ, да, и быстрого выхода на определенные доходы, на определенные товарообороты. Это хорошая система поддержки новых партнеров, когда вы регистрируете именно так. И что вы должны понимать? Мы именно развиваем ветку. Вот каждый из вас, он уже в какой-то ветке, да, и после вас регистрации, которые начались, да, уже у вас есть люди в вашей структуре, да, и вот приблизительно вот так это выстроено. Но вы, я хочу сказать, что каждый человечек здесь на этой схеме, он может точно так же, он регистрирует вниз, но он точно так же формирует и новую свою ветку, потому что количество веток вас никто не ограничивает. Вы можете для себя в своей структуре, в своем интернет-магазине создавать неограниченное количество веток. Важно просто понять принцип, почему ветка, и вам в дальнейшем нужно будет строить веточки, потому что компания Reflame, каждая ветка – это количество определенных партнеров, и у каждой ветки, допустим, есть, ну, свой организатор, свой ключевой партнер, который появился. Соответственно, за каждую развитую веточку, которая будет на уровне 22%, это максимальные комиссионные, которые платит компания, вот это цель, над которой мы будем с вами вместе работать. Наша задача – вывести вас на уровень директора интернет-магазина, это 22% комиссионных, это прям первая задача, которую ставит себе команда менеджеров, когда вы попадаете в ключевую команду, это наша основная задача. Каждая такая веточка будет вам в дальнейшем приносить доход от 15 и больше тысяч рублей, это минимальные показатели написаны всегда, потому что у компании есть понятие минимальной гарантированной выплаты, представьте, у вас таких веточек 2, 3, 5, 10 и так далее. Помимо основных доходов, еще вот это называется пассивная часть, это то будущее, ради которого мы вам говорим, поработать здесь можно, заработать можно сегодня и формировать вот это вот дальше. Сейчас это то, что я говорила выше, вы можете увидеть здесь сейчас, на этом слайде, не буду повторяться. Вот такие доходы можно получить до ступени директора. Директор магазина – это 22%, это товарооборот приблизительно от 200 тысяч рублей. Сами можете рассчитать, каких вы будете приглашать клиентов. Конечно, если партнеров, то товарообороты гораздо быстрее растут. Если вы будете приглашать только покупателей, соответственно, сами думайте, да, если люди вас будут покупать на 1000 рублей, то вам нужно всего лишь 200 человек. За полгода можно, извините, создать такую клиентскую базу, плюс поддержка проекта. Можно это сделать, это, как говорится, легко. Это не миллионные какие-то товарообороты, это всего лишь 200 тысяч рублей, которые нужно организовать, и вы уже выходите на уровень 22%. Это уровень директора интернет-магазина, ну и такая ступенька по карьерной лестнице. Как сказала уже, кто будет помогать, уже, наверное, это ясно. И наш проект, и ваш персональный менеджер, и плюс еще целая команда. У нас есть чаты и для ключевых партнеров, у нас есть чат по рекрутированию. Это все есть. После чата новичка, если вы себя заявляете как активного человека, вам это интересно, сообщите вашему менеджеру, скажите, да, я хочу, и вас тогда добавят другие чаты. Потому что если в чате новичков вы молчите, вам ничего не интересно, ваш менеджер вам пишет, вы ничего не отвечаете, вам выслали инструкции, вы не задаете вопросы, да, ну, значит, вы для себя еще что-то там формируете, возможно, вы только хотите себе покупать. Конечно, вас никто не будет заставлять работать, у нас добровольная система. Как говорится, насильно в рай никого не затянешь, и как бы насильно заставить человека и говорить, тут есть деньги, зарабатывай, ну, как можно это насильно? Нет, это только от вашего желания зависит. Вам просто надо знать, что у вас есть кому помогать, и плюс сама компания делает огромную поддержку она, потому что логистика, вся доставка, все это зависит от компании, хранение, склады, все это организовывает компания, новинки, обновление каталогов, сертификация продукции, ну, это все-все-все, все вот эти нюансы, которые взяла на себя компания. Более того, компания у нее, какая еще система? Она для развития нашего бизнеса, она еще готова предоставлять подарки нашим будущим новым покупателям за то, что они, скажем, размещают заказы. Ну, где вы еще такой, сможете найти партнера, который вы развиваете свое дело, да, деньги на вот это ваше развитие, очень большие деньги тратит компания Reflame. Поэтому рассмотрите эту возможность гораздо повнимательнее. Смотрите, что хотелось сказать. Возможно, многие из вас сейчас увидят это первый раз, хотя вы все, кто пришли сегодня на встречу, уже каким-то образом владеете информацией о том предложении, которое мы вам сегодня предлагаем, потому что вам либо уже высылали наш рекрутинговый сайт о проекте, либо, возможно, вы уже статус видели в Одноклассниках и обсудили с тем человеком, кто разместил статус вообще возможности дохода и так далее. Поэтому у вас, у каждого из вас уже есть какая-то первоначальная информация. Смотрите, компания Reflame нам предлагает прям целую карьерную лестницу. Вот не знаю, насколько у вас виден на слайде, да, четкость вообще, видны ли цифры, но что хотелось бы сказать, что до позиции директора, да, это как стадия обучения. Почему мы говорим плотное сопровождение в проекте, мы заинтересованы вас делать директором, вот это все, потому что на стадии, вот когда вы будете продвигаться до уровня директора, вам нужно научиться, как формировать такой товарооборот, как приглашать людей, все вот эти основы. Дальше все только повторяется. Научили сами, вы тогда всегда сможете своим будущим партнерам, которые придут уже в вашу организацию, да, всегда рассказать, как чего тут устроено, потому что, в принципе, система одна, вам не нужно ее менять, и вам не нужно ее создавать. Все просто, все уже придумано, вам надо понять, как это работает и внедрить в свою работу. Все. Самое главное, что вы должны понять, что доходы у Арифлей не ограничены. Компания выплачивает очень хорошие бонусы, очень большие премиальные, помимо основных отчислений от 3 до 22%. Еще есть масса премий за продвижение по карьерной лестнице, и вот эти цифры вы видите. Поэтому вы сами можете выбрать любой доход, который вас сейчас интересует. Мы рассказали вам в общем, да, все люди разные. Вот сейчас здесь собрались, у каждого разный уровень жизни, соответственно, кому-то нужно 10 тысяч рублей, кому-то 20 тысяч рублей, кому-то мало и 50, кому-то мало и 100 и так далее. Соответственно, компания предлагает широкий вообще выбор, поэтому решать вам. У вас есть менеджер, у вас есть я, да, в каждом чате присутствую я. Еще раз обратите внимание, моя фамилия Рыбакова, зовут меня Татьяна. Всегда можно в участниках чата меня найти и написать мне лично, если у вас какие-то вопросы, либо вам нужна дополнительная информация, вы же, допустим, все там освоили, что-то дальше там, не знаете, как идти, пишите, пожалуйста, всегда вам. Я лично помогу и все ваши менеджеры, которые у вас уже есть, они есть у каждого, потому что такая система. Так устроена Арифлейм, да, Арифлейм не может каждого учить, понимаете. Вот почему компания готова платить деньги тем людям, которые дают информацию новым партнерам. Это важно вот понимать. Нас пригласили для этой работы, чтобы мы обучали, давали информацию вот этим новым людям, потому что компания на всех не разорвется, у нас 3 миллиона консультантов, ну и, как говорится, их очень много. Поэтому за этот класс работы компания платит партнерам, которые готовы это делать, и мы вас на это и приглашаем. Поэтому планируйте свои действия, в зависимости от ваших доходов, мы всегда поможем. Итак, подведем итоги. В чем суть бизнеса? Давайте, вот сегодня мы про это говорили, да, это создание большой организации потребителей. Вот, потреблять люди могут на разные суммы, как говорится, это их право, но именно организация потребителей. Мы приглашаем новых покупателей в Арифлейм. Что нужно конкретно делать, да? Приглашать людей, рассказывать о возможностях, о доходах, о выгодах, обо всем вот этом, что есть для человека в Арифлейм. Потому что, поверьте, люди знают Арифлейм, но не все, и вообще очень много не знают именно глубину, что очень много здесь возможностей. И даже если вы видите каталог, то на этом все не закончилось. Если вы поняли, что есть, допустим, скидка 20%, то это вообще не все возможности. Это только одна какая-то малая возможность компании. Поэтому сами узнаете про все эти возможности. Приходите на наши тренинги, они ежедневные. С понедельника запускается новая серия вебинаров по продукции. Вы можете понять ассортимент и так далее, как применять, что вообще, потому что очень широкий ассортимент, более полутора тысяч наименований. Конечно, вам нужно научиться в этом разбираться. Дальше, откуда здесь берутся деньги? Как я уже сказала, да, с покупок людей, от общего товарооборота. Каждый покупатель, покупая для себя что-то в Арифлейм, создает товарооборот. И ваши покупки, это часть товарооборота, и все ваши покупатели, покупая для себя на много, на мало, там каждый сам решил, все это общий товарооборот, с которого компания вам будет платить от 3 до 22%. Кто будет помогать? Команда нашего проекта, непосредственно ваш менеджер, активные партнеры, уже ваши непосредственные веточки. Что получите в итоге? Постоянно растущий доход, я показала карьерную лестницу, возможность путешествовать, в компании есть автопрограмма, вы можете рассмотреть это для себя. Ну и самое главное, это финансовая независимость в дальнейшем, потому что, как говорю, если даже у вас сейчас уже есть работа, все у вас хорошо, но жизнь так устроена, что многое меняется, да, и, соответственно, можно сейчас уже подготовить себе еще один источник дохода. Поэтому, если у вас все сейчас хорошо, то все равно можно рассмотреть возможности Арифлейм, именно потому что здесь вы можете зарабатывать на том, где тратите. А мы и так тратим, мы и так покупаем косметическую продукцию. Здесь у вас есть возможность на этом создать свое дело, свой собственный бизнес. Что можно получить в результате? У нас уже в команде есть люди, которые на личном примере, лично сами проверили все то, что, допустим, сейчас говорилось на презентации, уже получили в реале. Не просто вот когда-то мы тоже прослушивали эту презентацию, нам это говорили как идею, говорили, что вот это для вас будет, пожалуйста, берите, как говорится, работайте и получите. Мы уже проверили, у нас есть эти результаты личные, вы увидите это на фотографиях. Это, конечно же, банкеты директоров, очень классные мероприятия, куда вас будут приглашать. Это повышение своего материального достатка, это совершение покупок, допустим, вы можете больше себе позволить, чем раньше. Это, возможно, вы захотите машину, захотите себе обновить, либо машину взять по программе Арифлейм, либо этот автомобильный бонус использовать для покупки своего нового автомобиля. Такое тоже может быть. Мы вот, допустим, в семье уже третью машину поменяли, потому что мы любим, нам это интересно и так далее. Соответственно, такие возможности есть. Мы не покупаем ту машину, которую предлагает Арифлейм. Но для себя, в свою семью мы купили другую машину, мы поменяли. Соответственно, такая возможность есть. Это хорошее, красивое мероприятие, это заграничные поездки. Вот сегодня прям буквально хочу сказать еще вам, все, кто пришли, именно со второго каталога стартовала новая квалификация на международную конференцию менеджеров. Компания вывозит своих партнеров уже даже с уровня менеджеров. На рынке вот среди компаний, ну, мало где какие компании уже менеджеров вывозят, скажем, за заслуги, которые еще не очень весомы, поверьте мне, потому что вывозят уже с уровня 15%, это в балловом варианте, это 3000 баллов. Если вы создаете такой товарооборот, выполняете условия квалификации, вы можете поехать уже в этом году, в 2016, вот, соответственно, уже вот тут за границу на мой, потому что менеджеров вывозят вот туда. Вообще компания вывозит трижды в году, вы сейчас новички, поэтому узнайте, что это есть ваши перспективы, но самая ваша ближайшая перспектива, это поедет, кто остался после презентации на наш тренинг, соответственно, не буду долго сильно как бы приветствоваться, время идет, не будем его терять. Вот, что хотелось сказать. Сейчас у нас будет тренинг, успешный старт, где вы поймете, какие основные первые действия, вообще какие действия нужно делать в нашем проекте, и какие первые шаги нужны для того, чтобы уже сегодня стартовать в проекте, уже налаживать свою систему работы. Вот, вы все являетесь участниками чатов, в основном сейчас для новичков у нас один чат, он называется чат ветки, да, там все новички собраны. Что хотелось бы сказать, вы сами себя проверьте. Вот все, кто, ну, те, кто пришли на успешный старт, они уже зарегистрированы, значит, для себя поймите, находитесь ли вы уже в групповом чате, да, всех еще раз приветствую, девчонки, вот этот момент. Потом, посмотрите, пожалуйста, добавили ли вас в группу мастерская красоты в одноклассниках, это наша командная группа, там информация о продукции, о всех акциях именно для потребителей, которые вы должны про это знать. Во-первых, для себя вам это нужно знать, ну, и так как мы будем приглашать новых, регистрировать новичков в компанию Reflame, то, конечно, вам нужно будет давать эту информацию, в каких акциях может поучаствовать ваш новичок. Поэтому для вас это ресурс о продукции. Почему вам нужно проверить, находитесь ли в этой группе или нет? Обращаю ваше внимание, ну, мы работаем в социальных сетях, да, и там есть такое понятие, что, ну, могут заблокировать страничку и так далее. Вот буквально недавно мы заблокировали страничку, поэтому мы ее заново восстанавливали. И, соответственно, если вдруг вас еще не успели, ну, добавить заново, да, сами проверьте, пожалуйста, находитесь вы там или нет, либо сделайте запрос, либо напишите в личку, вас добавят. Но многих уже добавили, но что-то могли пропустить, людей очень много. Сами, пожалуйста, отследите, находитесь ли вы в группе «Мастерская красоты». Вот это важно понимать, следите, там у нас обновляется информация ежедневно, соответственно, вы будете в курсе всех последних новостей. Ну, а мы будем сейчас уже начинать. Все очень просто для тех, кто уже не один раз, то вы поймете, что, в принципе, повторяется все. И вам что нужно понять, да, те, кто организовали свое дело, свой интернет-магазин, и сейчас вот здесь вот остались, значит, это те, кому интересно именно развитие. Соответственно, вы должны что понять? Друзья, все очень просто. Вам нужно освоить это, не нужно изобретать велосипед и что-то под себя переделывать. Вам нужно это понять и такую же информацию передавать другим людям. Все, вот так, так устроен этот бизнес. Мы обучаем не каждый раз новому. Мы обучаем, в принципе, основам. Поэтому вы будете это видеть. Через время вы еще три таких тренинга посетите, скажете, ну, все, мне уже более-менее понятно и так далее. Поэтому, если вам сегодня чего-то будет непонятно, это нормально, просто нужно еще, возможно, несколько раз это прослушать и так далее. Обращаю ваше внимание, что по выходным, субботу и воскресенье, у нас идет такой вот универсальный тренинг про первые шаги, где мы разбираем, ну, в принципе, пошаговый алгоритм, как можно работать в социальных сетях и вот как бы, кто наша целевая аудитория, с чего вы можете начать уже сегодня. В течение недели у нас же ежедневные такие тренинги. Если у вас есть возможность, допустим, вы учитесь, либо у вас такой график работы два через два, что у вас в какие-то дни получается посетить еще такой тренинг, знаете, что в течение недели тренинг «Успешный старт» выстроен так, что мы разбираем определенные моменты более как бы углубленно, да, вот у нас есть определенная тема, как бы есть основной алгоритм, да, но плюс мы еще дополнительно разбираем, допустим, возражения, сомнения людей. Мы разбираем, да, что и как, и чего, почему люди не соглашаются, вам это будет проще тоже понять и со своими сомнениями разобраться, и, как говорится, людям, если что подсказать. Поэтому посещайте эти тренинги и приглашайте своих новых партнеров, вот, я вам это рекомендую. Теперь, по поводу того, что три простых шага, вы уже сейчас видели на слайде, покупать себе, приглашать других людей, покупать себе, но для вас, как организатора, вам нужно организовать поток людей, да, чтобы, ну, чтобы бизнес развивался, да, нужны новые люди, новые покупатели, как мы уже говорили, если будут покупатели, у вас будет расти товарооборот общий, то, что все покупочки формируют этот общий товарооборот. Как это сделать? Обязательно, конечно, нужно обучаться. Без обучения, поверьте мне, вам может показаться, что все очень просто, но тут столько нюансов. Плюс еще постоянно меняется, даже работа в соцсетях, ну, мир у нас такой, очень быстро сейчас все меняется. Поэтому будьте в общей системе, приходите на наше обучение, вы так будете в курсе последних изменений. Сначала вы поймете, как это работает, а потом вы, это как курсы повышения квалификации, да, пришли, чего-то услышали, пожалуйста, внедрили в свою работу. Поэтому я настоятельно рекомендую, без обучения мало что у кого получается. Те, кто считает, что я все понял, мне все понятно, я все знаю про Арифлейм, поверьте, я уже не один год в компании, и то я хочу сказать, что все меняется, я постоянно учусь, потому что именно новые знания могут дать вам новый опыт и, как говорится, новое развитие. Покупать для себя еще буквально пару минуточек, что хотелось по этому пункту сказать, все достаточно сложно, просто у некоторых возникает сложность на этом моменте, да, и те, кто вот регистрирует новичков, да, зачастую, знаете, как бы такой вот вопрос не задают, Тань, ну вот не размещают первый заказ и так далее. Очень важно, как именно вы к этому относитесь, вот как сложно вам было сделать ваш личный заказ, как вы сами для себя понимаете, что такое покупать для себя, потому что некоторые воспримет этот вопрос, знаете, ой, для себя, чего-то, какая-то же там, обязаловка и так далее, ну какие-то вот моменты, типа не хочу, да, у нас есть такой период, человек, новичок может не размещать первый заказ, действительно такое есть, он может присмотреться к этой системе, если он даже захотел развивать свой бизнес, да, но хочет посмотреть, как это работает, мы ему даем такую возможность, номер человека сохраняется за ним в течение трех месяцев, это четыре каталога в компании Reflame, если человек не размещает ни одного заказа, просто компания убирает этот регистрационный номер из базы консультанта, почему мы должны рассказывать людям о том, что они должны активировать свой, они должны активировать свой интернет-магазин, сейчас, минуточку, потому что, смотрите, вы видели нашу систему работы, мы строим ветки, да, потребительские структуры ветками, и получается, человек зарегистрировался, под ним уже есть регистрация и так далее, если человек не активирует свой номер, он выбывает из базы, соответственно, человек теряет возможность, вот, вот все, что к нему относилось, пока он был в проекте, да, вот, если его номер регистрационный убрали, соответственно, все, он теряет все, вот это все, что наработано под ним, поэтому тоже людям, пожалуйста, рассказывайте про это, что для них это хороший шанс, они могут присматриваться даже пока к проекту, но уже под ними что-то будет формироваться, и они, как говорится, половину работы уже сделает команда менеджеров нашего проекта, но если он не размещает заказ, да, номер его уберут, и, соответственно, он не сможет получать вообще даже в дальнейшем, ему придется, многие так, кстати, делают, они потом заново присоединяются к нашему проекту, и начинают уже с нуля, потому что когда-то они не разместили свой первый заказ, в силу каких-то своих обстоятельств, либо своих каких-то мыслей, приглашают регистрировать людей, это вам нужно создать поток людей, потому что если ваш магазин будет, ну, как бы он будет мало, когда открыт, вы его мало когда будете рекламировать, будете это делать время от времени, то, соответственно, потока вы не создадите, поток создаются ежедневными системными действиями, поэтому, как минимум, 2-3 часа в день нужно выделять на эту работу, поверьте, без этого, но очень долго вы будете ждать результата, вот, хотя есть подходы, когда можно не сидеть возле компьютера по 3 часа, можно выбрать, допустим, целевую аудиторию, это знакомые, которые вас уже знают и так далее, соответственно, там гораздо легче работать, потому что они уже вас знают, да, вам нужно только использовать грамотно ваши предложения, как это все рассказать людям, ответить на их вопросы, показать все выгоды, они могут присоединяться со своими, конечно, работать гораздо комфортнее и легче, но очень многие сюда приходят, и никому своим ничего не рассказывают, никого своих не приглашают, и в интернете очень много людей, они, как говорится, работают там, и, но там очень большая целевая аудитория, с кем нам нужно работать. Как я уже сказала про обучение, это очень важно, проверьте, знаете ли вы все эти ресурсы, подсоединены ли вы к чатам, знакомы ли вы лично с менеджером, и вышестоящим менеджером, да, потому что я сказала, у вас как минимум два человека, два активных партнера, которые непосредственно вас курируют, сообщил ли вам ваш менеджер про то, что есть еще один человек, знаете ли вы его контакты, добавлен он ли у вас в друзьях, проверьте каждый лично, добавьте все ко мне в друзья, в одноклассниках, кто есть, потому что у вас, как говорится, это еще один источник информации, потому что я вот, что только выше на презентации сказала, вот для тех, кто не было, значит еще раз повторюсь, наша задача понять источники информации, потому что мы работаем в информационном бизнесе, и научиться копировать, и пересылать другому, понимаете, это крайне важно, если вам человек задает какую-то информацию по продукту, значит вы должны знать, где вы можете ее найти быстро, вот допустим в группе мастерская красоты, не знаете, не нашли, написали менеджеру, менеджер вам выслал эту информацию, вы скопировали, переслали другому, вот знаете, такая простейшая работа, но вам нужно понять, где эти источники, где я могу это посмотреть, научиться копировать, вставлять и пересылать, и все, и вы в принципе можете быть успешны в этом деле, если будете обучаться, и, как говорится, сами понимать, как это все работает. Теперь немножечко давайте, вот такую веселую картинку, я люблю ее ставить, да, это первые шаги новичка, вот многим кажется, все вроде понятно, но ничего не понятно, вот такие большие глаза, с чего начать, чего делать и так далее, сегодня мы с вами как раз с этим и будем разбираться. Первое, что я вам рекомендую, разобраться со своими внутренними сомнениями, ответить внутри себя на вот эти вопросы, потому что это часто встречающиеся стереотипы у людей, вы сейчас начнете работать в социальных сетях, с незнакомыми людьми, поверьте, со знакомыми работать гораздо проще, потому что они, вот для тех, кто уже в проекте есть, что показать, то соответственно, ну как бы они за вами наблюдают, видят, и вы когда делаете предложение, уже понятно, что он у вас был в друзьях, он видел, что у вас в жизни происходит, как поменяется жизнь, что где вы там покупаете, где вы отдыхаете и так далее, это как бы один момент, но с чужими людьми, поверьте, самая главная наша работа, это с вот этими стереотипами, потому что вы можете человеку предлагать возможность, возможности партнерства с Арифлэм, он говорит, нет, я не буду продавать, да, вот смотрите, самая первая картиночка, продажи, этот бизнес воспринимают как продажи, а совсем возможности Арифлэм не в продажах, мы уже разбирали, что много на продажах не заработаешь, вот мы предлагаем возможность именно бизнеса, работу в интернете, и никому никакие баночки не продавать, поэтому это очень важно, и вы себе ответьте на этот вопрос, точно ли вы знаете на него ответ, вот, и соответственно, знаете, что и людям нужно доносить эту информацию, показывать бизнес именно вот с точки зрения, что это не продажи, а что это организация товарооборота, непосредственная продажа, это две разные вещи, потом еще очень распространенный стереотип про финансовую пирамиду, потому что вот этот принцип, когда мы говорим, вы приглашаете других, те приглашают еще, и у людей такое, знаете, чисто фигурно даже возникает такое, о, ну там пирамида, все кого-то куда-то приглашают и так далее, вообще сетевой бизнес, это бизнес рекомендаций, и поэтому рекомендация, это самая сильная реклама, мы все занимаемся рекомендациями, даем советы, делимся своим опытом, делимся своими там ощущениями, мы все это всегда делали, всю свою жизнь, понимаете, вы сделали новый салат, вы подружке рассказали, где вы взяли рецепт, понимаете, в чем дело, вы купили что-то где-то дешевле, и, ну допустим, продукты, вы подружке в непосредственном разговоре, просто там, ой, я была вот там, вот купила там хорошая акция, вы рассказали, вот это вы занимались сетевым маркетингом, вы рекомендовали человеку обратить внимание на тот магазин, либо на ту услугу, ну, либо на ту информацию, которая оказалась полезная для вас, вот если совсем по-простому объяснять, поэтому, конечно, со стереотипами бороться, ну, сложнее, да, людям что-то там как-то давать новую информацию сложно, но если вы сами будете знать ответ на этот вопрос, вам будет все гораздо проще, вот, по поводу развода, да, тоже часто говорят, ну да, там же вот вас развели, как там лохо, вам надо только деньги, там чего-то это, вы там кого-то кормите, кого-то где-то чего-то, ну, это часто встречающаяся вещь, вот, но вы должны сами для себя хорошо понимать, как бы там люди не относились, и что бы они ни говорили, они говорят в меру своего развития, как они вообще, сколько у них то есть информации, зачастую эти люди, которые либо были раньше в Арифлейме, у них что-то не получилось, они тоже могут говорить, да, там денег нет, очень большое количество людей сейчас зарабатывает, и очень большое количество людей новых, которые приходят и зарабатывают, поэтому, что такое пирамида, часто говорят, да, те, кто выше, зарабатывают больше и так далее, как развенчивается этот миф, самый, как я говорю всегда, вы знаете, что независимо от того, кто вас пригласил, компания платит за непосредственную работу, если вы больше работали, у вас большая клиентская база, вы там много приглашали, то тот человек, который вас пригласил, он может зарабатывать вообще мало, либо вообще через время уйдет, понимаете, он может вообще ничего не заработать, если, как говорится, он кроме вас больше ничего не сделал для компании Арифлейн, это самое важное, что вы должны понимать, вы можете зарабатывать больше тех людей, которые вас пригласили, и поэтому вы никого здесь не кормите, и никому не создаете, ну, как говорится, ни на кого не работаете, вы работаете на себя, это важно очень понимать, и по поводу развода, да, ну, не знаю, как люди там реагируют, но я имею в виду, что там такие, знаете, подтемы еще есть, поэтому можно разбирать каждый вопрос, но что я хочу сказать, это реально хорошая возможность для большого количества людей, сейчас очень большое количество ищет возможность дохода, те же мамочки в декрете, те люди, которые активные, хотят работать, что-то делать, а просто сейчас мало таких предложений, да, соответственно, здесь можно зарабатывать, можно поднять свое финансовое положение, можно решить очень много своих материальных проблем, соответственно, как говорится, вы готовы работать, вы будете получать, а если вы зарегистрировались в компанию и ждете, что сейчас на вас свалятся деньги, то вот здесь это точно не работает, нет, это не так, вот, в чем успех компания Reflame, да, компания, она строит долгосрочные отношения, это самое важное, вы должны что понимать, несмотря на все стереотипы, что вам говорят и так далее, компания на рынке 20 лет, понимаете, не могут люди, если им плохо, если их обманывают, если они не зарабатывают, не могут люди так долго находиться в компании, потому что не мазохисты же люди, очень большое количество людей зарабатывают, если не получилось у кого-то, в силу каких обстоятельств, мы же до конца не знаем, он вам будет говорить, что там денег нет, а что он делал в компании, вы не знаете, может он зарегистрировался и себе только покупал, и сидел, ждал, что денег ему каких-то начислят, может он систему не понял до конца, поэтому слушать вот такие сомнения, такие возражения, и прям, знаете, на веру 100% брать, это очень все неоднозначно, бизнес долгосрочных взаимоотношений, именно работает принцип, что помогая другим зарабатывать, ты будешь зарабатывать сам, понимаете, ваш каждый менеджер заинтересован в вашем росте, конечно, вас никто заставлять не будет, но вам готовы помогать, и готовы поднимать ваш уровень и ваш процент, потому что вся система устроена так, что дальше развитие у директора идет только, если у него новые партнеры, которые развиваются, становятся менеджерами и будущими директорами, понимаете, в чем дело, поэтому мы в общей завязке, мы заинтересованы, чтобы получалось у вас, чтобы вы много зарабатывали, от этого зависит и успех, как говорится, ваших менеджеров, вы когда будете строить свою организацию, сразу понимаете, что это тоже будет ваша заинтересованность, чтобы люди в вашей уже организации, ваши будущие партнеры зарабатывали, поэтому вот такое взаимодействие, выгодное сотрудничество, конечно, оно многим людям непонятно, потому что сейчас система, которая есть у нас в государстве, да, вот система наемного труда, там совсем другие принципы работают, понимаете, там только один руководитель, там мало ли кто заинтересован, чтобы повышать вас по карьерной лестнице, потому что, если он это будет делать, вы его можете подсидеть, и, как говорится, все его уберут, а вас поставят, понимаете, поэтому, извините, руководители не очень заинтересованы на обычной работе, повышать ваш профессиональный уровень, чтобы вы развивались, потому что, извините, для них это угроза потери собственного места, вот, извините, самое главное отличие, что вы должны понимать, почему вас там не очень готовы развивать, и почему здесь вам будут складывать очень много времени, уделять, и повышать ваш уровень, и радоваться за вас там больше даже, чем за себя, если вы будете расти по карьерной лестнице, вот, поэтому, справедливая система вознаграждения, я уже сказала, да, и возможность там зарабатывать, где вы тратите, ну, это гениальная вообще идея, потому что люди тратят свои деньги ежемесячно на такую продукцию, которую мы предлагаем, она не какая-то уникальная, это продукция ежедневного потребления, и она заканчивается, поэтому строить бизнес на расходниках, как я говорю, да, расходники, ну, гель для душа купила, он у меня закончился, допустим, через две недели, либо через месяц, и так далее, шампунь купила, он не бесконечный, он рано или поздно закончится, соответственно, я буду покупать новый, и так же все наши клиенты, конечно, будет вот такой вот товарооборот и круговорот, потому что закончилось, люди пришли, купили заново, поверьте, люди не будут приходить заново в магазин, где их обманули, не дали подарок, либо там пообещали скидку, не дали, нет, люди не будут, а у компании Арифлейм, три миллиона зарегистрированных потребителей, но будут люди здесь находиться, если им здесь будет плохо, не будут, конечно, поэтому те заявления, которые нам делают сторонние люди, либо отмахиваются от Арифлейм, но люди до конца не разобрались в вопросе, не совсем все это поняли, а вам важно понять для себя, я более детально остановилась над этим, потому что это важно, вам нужно самим разобраться с этими вопросами, возможно, задать менеджеру какие-то ваши сомнения, которые остались, теперь по поводу активации личного кабинета, каким может быть заказ, это в принципе самый главный шаг, которым вы показали для нас, что вы активный партнер, что вы заинтересованы здесь развиваться, и что под вас уже можно регистрировать следующих новичков, если вы активируете свой личный кабинет, и это сделать очень просто, вы можете зайти в свою ванну, даже если у вас вроде бы все есть, купить лишний шампунь для душа, зубную пасту, щетку и мыло, можно всегда, это вот активационный первый заказ, который может сделать любой, и если вы регистрируете человека, рассказываете ему про это, не нужно много покупать, для активации номера достаточно вот совершить вот такой заказ, пусть будет дома лишний у вас гель для душа, он всегда пригодится, либо лишний кусок мыла, он всегда пригодится, поэтому вот, пожалуйста, купили вот это себе ванну, и вы активировали свой кабинет, вы приобрели все в собственность, ваш собственный интернет-магазин, пожалуйста, работаем, обучаемся, идем дальше, и у вас уже пошла клиентская база. Знать ответы на эти вопросы, в чем смысл бизнеса? Еще раз повторюсь, организация потребителей, каждый покупает себе, чем больше товарооборот такой организации, тем больше процент компания вам выплачивает. Пользоваться, приглашать, посещать обучение, пожалуйста, это те простые действия, которые вы можете освоить. Кто будет помогать, уже я сказала, команда менеджеров, непосредственные ваши менеджеры, все наши чаты, все информационные ресурсы, они все созданы для вас, чтобы вы пользовались, разработана система шаблонов, инструкции и так далее, что вы можете и сами научиться, и уже своих новичков тоже можете таким образом обучать, ничего не нужно выдумывать. Выделите время и освоите, пожалуйста. И что будет в результате, вы тоже видели, финансовый рост, и путешествия, и подарки, все это будет для вас. Как мы работаем? Уже более конкретно, вы можете выбрать, как я уже сказала, целевую аудиторию, либо это незнакомые люди, мы это называем холодным рынком, либо это знакомые люди, которые лично вас знают, с кем-то вы общаетесь, с кем-то, ну, знаете, в силу обстоятельств не общаетесь, но они вас знают, они у вас есть в друзьях, в социальных сетях, либо такие контакты у вас есть, в вашей телефонной книжке. Соответственно, если вы каким-то образом, там с человеком наладите связь, он вас знает, он для вас не чужой человек, и вы для него не чужой. Это называется теплый рынок. Но мы сегодня хотим рассказать про то, как можно работать в интернете. Потому что очень многих именно интересует эта возможность, как дома, не выходя, допустим, вы сейчас в декрете. Именно организовать работу в интернете, чтобы можно было на любую целевую аудиторию сделать предложение, у вас появились новички. Сегодня будем говорить в основном про чужих людей, незнакомых людей, как организовать работу в социальных сетях. Потому что именно странички в социальных сетях, это и будет ваше рабочее место, если вы выберете этот для себя подход. Пять простых шагов от лайка до рекрута. Что вообще, в принципе, вы должны для себя понять? Что нужно? Я вам открою большой секрет. В принципе, вы все это уже делаете. Потому что, ну, наверное, каждый из вас, кто сейчас присутствует здесь, уже находится в какой-то социальной сети. Либо это одноклассники, либо контакт, либо какая-то другая сеть. Многие из вас, вот, допустим, сейчас группа «Мастерская красоты», она у нас уже в одноклассниках. Соответственно, как минимум, в одноклассниках вы есть. И смотрите, что мы делаем там, в этой социальной сети? Да, мы заходим, мы смотрим ленту, мы смотрим, какие темы и заметки размещают люди. Мы ставим им лайки, где-то пишем комментарии, общаемся таким образом. Мы выставляем свои фотографии, люди выставляют свои фотографии и так далее. В принципе, наша работа будет состоять в этих простых действиях. Просто раньше вы за это не получали деньги, вы это делали бездумно, вы, как говорится, ну, там лайкали на все фотографии, которые вам там понравились и так далее. Выполняя именно эти простые действия, но уже на тематику нашей работы, используя нашу систему, которой мы вас обучим, вы можете получать оттуда новичков и регистрировать их себе уже в вашу команду, в ваш интернет-магазин. Смотрите, что нужно будет сделать? Вам нужно создать страницу на родных страницах, в которых вы, вот сейчас там ваши друзья и так далее. Мы не ведем деятельность такую рабочую, мы создаем отдельные странички. Вот, мы их называем рабочие именно для работы, потому что их блокируют и странички это расходники, да, заблокировали, делаем новую и так далее, она у нас сделана для работы. Что нужно будет делать? Приглашать людей в друзья ежедневно, наполнять страничку фотографиями, заметками и так далее, все шаблоны, все рекомендации от нас вы получите, ставить рабочие статусы, там в статусе будет предложение, ну, наше предложение о нашем проекте, о работе, о доходах и собирать под такими статусами лайки, классы, и комментарии. И именно заинтересованным людям, которые отреагировали на ваши предложения, заинтересовались вашим предложением, да, вот там, вы немножко информации дали, да, мне интересно, вышлите мне информацию, да, вот именно им мы и высылаем, связываемся с человеком, высылаем ему либо на почту наше коммерческое предложение, либо мы даем ссылочку на наш рекрутинговый сайт, который вы тоже получите и можете им пользоваться уже с первого дня. И, соответственно, человек уже там дальше выбирает сам для себя решение, хочет он, не хочет и так далее, заинтересовался, ему стало интересно, вы его пригласили на презентацию проекта, либо дали в записи посмотреть, чтобы он уже получил какую-то первую информацию, ему стало интересно, вы даете ссылочку на свою регистрационную форму, человек заполняет, и вы регистрируете его на официальном сайте. Вот самые простые шаги, которые от совсем человека начали сразу, ничего у вас еще не было, создали страничку, все прошли вот эти действия, у вас появляются новички, которых вы регистрируете, и уже начинает расти ваша клиентская база. Какую социальную сеть выбрать? Вы можете выбирать любую, здесь на слайде показаны популярные, сказать, что ВКонтакте сейчас более популярная группа, здесь еще не расположен Инстаграм, потому что он набирает сейчас колори, а сами страничку, первое, что он делает, смотрит на главное фото. Вот либо вы нравитесь, либо нет, вот это первое, это психологический момент. Люди выбирают себе людей, которые нравятся, если вы чем-то заинтересовали, вы приятны, все как бы вот по этой фотографии считали вас как личность, это принцип работы в социальных сетях, поэтому очень важно, поработайте над этим вопросом, подготовьте себе специальные фотографии, не все ваши фотографии, которые у вас есть, можно размещать на рабочих страничках, поэтому рекомендую посетить отдельно тренинги, и те, кто у нас уже плотненько работают, да, вот не просто присматриваются, говорят, да, я хочу, что нужно делать. Мы вот рекомендуем одну страничку оформить, дать вашему менеджеру на контроль, да, чтобы он посмотрел, подходит, не подходит, так ли вы все поняли, да, правильно ли вы оформили. Вот оформили правильно, и тогда уже начинайте приглашать друзья и делать там уже дальше вот эти моменты. Не бойтесь сделать ошибки, ничего страшного, всегда можно все поправить, все поправимо. Вот, нужно наполнять цепляющей информацией, заинтересовывать людей и так далее. Смотрите, страниц должно быть несколько, для чего это нужно делать? Мы рекомендуем не менее пяти, они могут быть в разных социальных сетях, есть основная, где вы с друзьями дружите, и есть странички, которые вы будете использовать для работы. Именно потому, что есть лимиты в социальных сетях, да, и чрезмерную активность на одной страничке вы не можете создавать, вам просто заблокируют страничку, есть правила в социальных сетях. Лимиты, сколько можно приглашать, сколько сообщений нужно отсылать, ну и так далее. Поэтому мы делаем несколько страниц, вот, чтобы по чуть-чуть на каждой страничке. Но главное правило какое? Ежедневная работа, ежедневно чуть-чуть добавляем друзей, ну и делаем ежедневную активность, ежедневные вот эти действия, это обязательно. Потому что не будет выполнения ежедневного, как бы, объема работы, это не приводит к результату. Уже есть такое понятие статистика, мы точно знаем, какое количество нужно людей коснуться нашей информации, чтобы у вас появилась регистрация. В разных социальных сетях немножко разная статистика, но принцип такой. Большому количеству людей мы даем информацию. Как дать сразу большому количеству людей информацию? Если у вас на страничке соберется уже, допустим, вот у меня есть рабочая страничка, там 800 друзей, да, 1000 с лишним друзей. Поэтому, когда я выставляю какую-то заметку, да, это идет вот в ленту у людей, и люди уже, кто-то в этот момент, кто-то потом зашел, увидел и так далее, уже как-то мелькнула моя информация. И закон рекламы какой? Люди с пятого раза, возможно, реагируют на что-то. Почему мы ежедневно создаем активность и наши предложения как-то вот прокачиваем, да? Чтобы попадать в ленту к людям, чтобы люди могли видеть, и те, кому что-то интересно в данный момент, да, они могут отреагировать, поставить плюсик, лайкнуть, комментарий и так далее, все, что вы просили в вашем этом. Сейчас про это чуть-чуть дальше еще тоже более детально расскажу. Смотрите, как сделать несколько страничек. Я сделала специально такой слайд, где вы видите, что на один номер телефона вы можете оформить сразу несколько страничек. Вот что вы можете успеть сделать, да, одну страничку в Одноклассниках, одну страничку ВКонтакте, 10 страничек на один номер телефона можно создать в такой социальной сети, как Мой Мир, 3 странички в Фейсбуке. Вот даже на один ваш телефон вы сразу можете создать вот этих социальных сетях, разные эти. Рекомендую в разных социальных сетях иметь страничку, 1, 2, 3, ну сколько там успеете сделать. Вот, потому что, понимаете, ну уже мы по практике, я могу, хочу сказать, да, вот вы, допустим, в Одноклассниках, вы можете работать в Одноклассниках, а выхода у вас там будет мало. Вот, ну бывает такой момент, вот для работы какая-то не ваша сеть, может такое случиться, это практика, мы уже проверили, поэтому пробуйте себя, пусть будет в разных социальных сетях, и, соответственно, ну, как говорится, ну, во-первых, если заблокируют, у вас всегда есть где работать, да, пока вы там будете создавать новую страничку, у вас уже есть тут рабочие, вы их уже раскручивали, и уже, как говорится, можно работать. Вот несколько дней подряд у Одноклассников на сайте какой-то там косяк, мы не можем заходить вообще, в принципе, на сайт, да, вот есть уже девочки мне жалуются на эти проблемы, соответственно, ну, представьте, если у вас странички только в Одноклассниках, а там проблема на сайте, и все, и вы, получается, не можете работать. Поэтому рассматривайте разные сети, делайте одну-две странички там, в общем количестве у вас будет набираться, допустим, пять страниц для начала, вы начинаете их раскручивать, наполнять друзьями и так далее, это же тоже время, вот, соответственно, делайте сразу их несколько, тогда у вас появляется сразу несколько рабочих мест, всегда будет где поработать, понимаете, в чем дело. Поэтому это крайне важно. Заблокировали, не нужно волноваться, но это как расходник, относитесь к страницам как к расходникам, ручка закончилась шариковая, да, выбросили, купили новую, листочек писали, писали, закончился, выбросили, купили новый и работаем, пожалуйста. Не нужно вообще комплексовать по поводу того, что у вас заблокируют страничку, это расходники, поэтому мы не работаем на родной, чтобы избежать, если что, блокировок, да, и используем специально созданные рабочие странички. Вот, я думаю, на этот вопрос я ответила, и вам, как говорится, прививочку по этому поводу сделала. Вот, пожалуйста, простой алгоритм, да, где вы вот уже, я уже дала вам понять, да, что мы будем выставлять статусы о работе, собирать лайки и комментарии класса, вот эти вот вещи, отправлять людям сообщения, добавлять друзья, возможно, если это не друг, сообщения будут и приветственные, будем знакомиться, и потом наше сообщение по работе. Будем работать шаблонами с разъяснялками, ответами на вопросы, вам не нужно ничего изобретать, шаблоны, бесед, переговоров, сообщений, все для вас есть. Вот, эти действия приводят, либо человек регистрируется, либо он не регистрируется, но тут включается какой момент. Люди же могут не принимать ваши предложения, но люди начинают за вами наблюдать, поэтому если вы продолжаете работу, вы активны, у вас что-то меняется, вы добавляете уже дальше фотографии, где уже, ну знаете, у новичка вначале нету, что добавить по проекту, по успехам, да, мы добавляем либо вот командные какие-то, вы можете брать у меня фотографии на сайте, да, с каких-то мероприятий и так далее, что-то уже, ну, как бы возможности компании показ, можно это делать, все, что вообще выставляю я на этом самом, можно брать с моей странички, можно брать с группы, и пользоваться этим, формировать свои альбомы, вы можете выставлять на своих страничках. Вот, если человек не регистрируется сразу, он может зарегистрироваться потом, но если вы грамотно закончили этот, ну, не принял человек ваше предложение, не нужно расстраиваться, не нужно его там писать ему все, что вы, допустим, там как-то эмоционально про него подумали в этот момент, важно красиво расстаться, оставить с собой открытую дверь, это тоже очень важно, мы этому тоже учим и говорим, ребята, ну, не принял, ничего страшного, продолжайте дружить, человек может принять позже какое-то предложение, либо среагировать на какую-то акцию. О чем писать на страничках, вы уже поняли, не буду углубляться, время идет, важно, чтобы они были интересны. Это простые заметки. Вот смотрите, простые. Что тут важно понять? Наполнение ваших страничек будет выглядеть каким образом? Вы не должны будете, вот знаете, ежедневно три раза на день ставить заметки о работе. Нет. Даже должен быть баланс. Чтобы быть интересным людям, нужно показать, ну, просто, ну, свои интересы, сферу своих интересов. Соответственно, 80% разных заметок, фотографий, картинок, которые вы будете ставить, а мы там один-два раза в день ставим. Как бы не очень много. Но как бы последовательность такая. Вы о жизни, о доходах, о поездках, о путешествиях. Это самые распространенные темы, которые интересуют очень много. Можно ставить себе заметочки, пожалуйста, о детях. Если вы мама в декрете сейчас, да, вам интересны какие-то вещи, вот, допустим, как там, ну, не знаю, питание детей, возможно, какие-то развивашки для детей, вот, чтобы вы могли людям поделиться. Это вас прохарактеризует как? Что вы мама в декрете, у вас ценности семья, дети, развитие, там, вот вы, как бы, разносторонняя личность и так далее. И потом уже только 20% информации, это значит, иногда, раз в три дня, может, раз в неделю, вы ставите информацию о работе. Понимаете, это крайне важно. Не нужно ставить бесконечное объявление только о вашей работе, о раньше рабочей статус и там и так далее. Нет, надо разбавлять. Поэтому над этим нужно думать и использовать наши материалы, они для вас есть. Есть такое понятие статус о работе. Вот есть заметки просто тематические, есть статус о работе. Что это такое? Мы выставляем статус. И принцип статуса какой? Статус не меняется. Вот его не нужно каждый день менять, либо раз в неделю менять. Вот это не нужно делать, потому что тут такой принцип работает. Вам нужно собирать классы, лайки, если это, допустим, там, другая социальная сеть, и комментарии. Потому что люди как устроены, да? Зачастую, когда вы ставите новый статус, людей, может, и заинтересовало это предложение, да? Ну, смотрит, он никто там что-то еще ничего не поставил. А статус так устроен, что в тексте нашего предложения уже стоит такая фраза. Заинтересовало предложение, ставьте плюс в комментариях, либо ставьте там восклицательные знаки, ну, что вот, что напишите? Значит, мы уже призываем к какому-то действию. Человек ставит в комментарии плюс, мы ему отвечаем и пишем уже конкретно, как заинтересованному. Как действуют другие люди? Они видят, о, кого-то заинтересовало. Ну, значит, и я спрошу, что там вообще, да? За спрос же не бьют нос, можно просто получить информацию. Как говорится, а почему бы и нет? И получается, что мы собираем эти комментарии. Люди что видят? Да, во, люди интересуются, там вот у них уже 10 комментариев есть, там либо 20, либо это, значит, интересно. И люди тогда не боятся задать этот вопрос, не боятся поставить плюсик и получить информацию. А наша задача – большому количеству людей давать эту информацию, потому что статистика. Из 10 один может зарегистрироваться, да, из 10 зарегистрированных, там один станет этим самым ключевым партнером. Ну, короче говоря, бизнес-количество, да, мы делаем большое количество действий, чтобы потом получить результат. Вот такая система. Понятно про статусы, что их не нужно каждый день менять регулярно. Конечно, над статусом нужно подумать, нужно, чтобы он цеплял, привлекал внимание, цеплял информацию, возможно, действовал на какую-то целевую аудиторию. Но варианты выбора у вас будут. Подбирайте для себя, вот если вы реагируете на статус, о, мне интересно, я бы на такое типа среагировала, ставьте, пробуйте у себя. Вот, можно будет это все варьировать и так далее. Все примеры у нас есть. Кроме социальных сетей мы еще будем работать на досках объявлений, можно работать в Ютубе, очень хорошее направление, но это потом в развитии. Не нужно сейчас хвататься за все. Сначала разберитесь немножечко с рабочими страницами, поймите принципы, как это работает, начните их раскручивать, и постепенно уже будем брать новые направления, чтобы, как говорится, охватить большое количество людей. Про Инстаграм отдельно еще скажу, я говорила. Это очень перспективное направление, интересное. Это направление дает вам возможность, знаете, чего? Кто-то будет, ну, просто я уже встречаю такую информацию, люди пробуют и есть уже такой опыт. Через Инстаграм можно продвигать продукт. То есть, каким образом? Немножко не так фраза ее потребила. Через продукт, точнее, можно находить новых партнеров. Если там у нас предложение про доход и так далее, непосредственно проект, то в Инстаграме срабатывает что? Вы можете выставлять фотографии продукции, фотографии своего заказа, можно там записывать небольшие ролики. Ну, это сейчас очень популярно. Если посмотрите, в Ютубе очень много таких записей, в Инстаграме, вот купила там что-то себе, вот мне очень понравилось, там рекомендую вот так-то пользоваться. Ну, тут уже, как говорится, если вам это нравится, пожалуйста, подай это вам только на руку. Если вы это не любите, можно там не работать. Мы не говорим, что надо везде, во всех соцсетях работать. Выбирайте для себя подходящую, но 2-3 метода вам нужно освоить, чтобы они были разные. Вот, чтобы был выход, чтобы вы не сидели, не топтались только на одной соцсети, она вам не дает еще регистрации. Понимаете, вот поэтому надо узнать несколько, попробовать, завести, понять, где вам комфортнее работать. Это очень важно. Инстаграм, что еще? Там делается несколько страничек, да, вот такое направление. Можно личный бренд, развивать страничку, как личный бренд. Я думаю, видно вам на слайде, да, вот напишите, если там чего, четкость, да, понятно, что написано. Вот, да, там есть прямо имя, фамилия. Важно, что там в личных данных вы напишите и ссылочку на свою регистрационную форму, и можно поставить туда рекрутинговый сайт, проект, где люди уже могут первую информацию получить. Либо там можно ставить ссылочку, завязка у них идет на Facebook и на ВКонтакте. И завязана так социальная сеть, что вы можете здесь размещать, поделились и сразу все на странице в ваших социальных сетях Facebook и ВКонтакте пошло. Поэтому одним действием, вот вроде сделали действие в Инстаграм, вы автоматом переадресовали движение, и у вас вот это же самое появилось в ВКонтакте и ВКонтакте. Это очень удобно, потому что это ускоряет процесс. Поэтому не торчитесь, пожалуйста, только на Одноклассников, либо только ВКонтакте, пробуйте еще. Говорю, не надо сразу во всех соцсетях по 10 страниц. Нет, делайте по несколько, но понимайте, где что работает. Иногда можно даже одну сделать, но чтобы как-то понять, как работает. Чем еще хорош Инстаграм? Что вы можете сейчас очень активно развиваться в Вайбер, вот это продвижение именно получается через вот эти ресурсы Вайбер и Ватсап. На следующей неделе у нас тоже будет проходить тренинг по работе Вайбер. Ватсап они похожи, поэтому будем говорить Вайбер, но у Ватсапа те же самые принципы, как чего, как можно сделать, как рекрутировать через Вайбер, где можно, каким образом новичков привлекать, и как можно формировать свой личный товарооборот на 150 баллов, там получать вот эти все дополнительные бонусы от этого товарооборота, как легко это можно делать, используя только свой телефон и работая в системе Вайбер или Ватсап. На следующей неделе тоже будет такой тренинг, ждите анонса, расписание, когда вы можете посетить и будет ли у вас это время. Вот это по Инстаграму. И заканчиваем. Что нужно сделать именно сегодня вам? Про странички уже понятно, но еще готовьте свое рабочее место, это ваш компьютер, налаживайте все эти системы, готовьте папочки в обходящих, куда вы сейчас будете уже собирать какие-то инструкции, которые первые пришли вам. Вот от вашего уже менеджера пришли, каждому новичку приходят инструкции. Заведите папочку в обходящих, назовите прям инструкции новичку, и туда, пожалуйста, их сохраните, чтобы они у вас были. Потому что появляется у вас новичок, вы будете делать то же самое простое действие. Все, что делали с вами, нужно будет делать с вашими новичками. Все очень просто. Поэтому, сохранили себе, появился новичок там, да, ну, менеджер-то, конечно, научит и так далее, но пускай у вас собирается. Те люди, которые сразу берут на себя ответственность, сразу вникают, задают вопросы, сразу правильно налаживают свою работу, у них все гораздо быстрее получается, понимаете, им даже менеджер особо не нужен. Только так знать, что поддержка есть, если что, там спросить совета. А так люди все сами тоже схватывают. Обязательно заведите, пожалуйста, себе аккаунт на Gmail, это крайне важно, потому что именно на этом ресурсе мы рекомендуем сделать регистрационную форму. Выдать мы вам ее не можем, это нужно сделать каждому, потому что вам нужно на ваш ресурс, чтобы приходили данные новичков. Если мы выдадим, вам нужно создать аккаунт, на этом аккаунте сделать себе регистрационную форму, чтобы туда приходили вам ответы, данные новичков, людей. Вот почему на Gmail нужно сделать. Нужно что сделать? Понять рекрутинговый сайт, может быть, кому-то не давали его, поэтому запросите, пожалуйста, этого менеджера, где наш рекрутинговый сайт, какую информацию начальную я могу давать человеку. Вот с этого вы можете стартовать. В дальнейшем мы рекомендуем каждому сделать одностраничник такой, чтобы уже была ваша фотография, немножечко пару слов о вас. Вот вы в социальной сети работаете, высылаете потом о проекте, такую вот ссылочку, там о проекте, и там уже есть ваша фотография, вот вы и люди на это лучше реагируют. Потому что тот сайт, который даем мы вам сейчас, ознакомительный, который можно людям высылать, он общий, он структурный, командный. Там можно на многие вопросы получить ответы, но там нет ваших данных. Поэтому, конечно, нужно будет потом иметь. Работайте всеми инструментами, и потом уже посмотрите, откуда у вас идет выход. У меня, допустим, два сайта таких, которые я использую в работе. С какого-то лучше идет, с какого-то меньше идут регистрации. Уже в процессе деятельности я поняла, с какого сайта у меня лучше идут регистрации, если я посылаю сайт. Это нужно понимать. Тут вы уже увидели, да, сделайте запрос менеджеру, напишите мне, если вы не получаете ответа. Напишите лично, я готова отвечать. Я вам эту помощь могу от себя гарантировать. И по поводу, сразу могу, хочу сказать, сразу правильно настраивайтесь. Прививочка еще одна новичку, как у нас младенцы, да, знаете, им прививочки прививают, чтобы иммунитет уже был. И по поводу отказов, это еще от меня очередная прививка. Была прививка по поводу блокировки страниц, не нужно расстраиваться. Это нормально. Странички – это расходники. Заблокировали, сделали новую. Не нужно прям так сильно расстраиваться. И по поводу отказов. Сразу говорю, люди будут отказываться, и отказов будет много, это тоже элемент работы, поэтому расстраиваться, закрывать свой интернет-магазин, впадать в депрессию, как некоторые там иногда бывают такое, люди слабые на реакции, там все, вот это никому не надо, там вот я ей написала, она мне написала, нет, мне это не надо, я этим заниматься не буду. Поэтому знайте, что если нет отказов, вы никогда не получите «да», потому что это бизнес статистики. Из 10 отказов один ответит «да». Вот 10 откажутся, а один ответит «да». Мы уже это проверяли неоднократно, мы спокойно относимся к отказам, важно понять, что я должна просто каждый день выполнять свой объем работы, все, это работа, нужно сразу к ней относиться как к работе, да, будут отказы. Но тут важный принцип какой, да, из 10 отказов один скажет потом «да». Но если вы 10 отказов не прошли, вы не дошли до того человека, который скажет вам «да». Часто люди, вот причина неуспеха, люди спотыкаются и бросают это дело только потому, что им три человека отказали. Они еще не дошли до своего «да». Эти сказали «нет», потом сказали «да». Вначале, когда новичок стартует, он вообще очень много собирает отказов, потому что он еще сам новичок, он не во всем разобрался, у него еще куча сомнений, все. Ну и так получается закономерно, что вот отказов вначале вы получать будете много, поэтому бросать не стоит и вообще на это не стоит обращать внимание. Работайте над повышением своего профессионализма. Все ли вы понимаете, все ли обучение вы прошли, все ли шаблоны у вас заготовлены. Понимаете, вот такого смертельного не происходит. У нас есть такая даже поговорка «нет, это наша работа, да, это наша зарплата». Ваши доходы, потому что если зарегистрировался человек, значит он будет для себя заказики размещать, значит будет повышаться ваш товарооборот и будет доход, который будет выплачивать компания. Все достаточно просто. Я думаю, с этим мы тоже разобрались. По поводу веточек сказала, что мы будем строить веточку. Да, вот очень важно понимать, что мы будем вначале строить совместную ветку. Вот смотрите, в эту ветку первых ваших новичков вы регистрируете в общую командную ветку. Для чего это? Потому что человек, когда попадает в общую ветку, в эту же ветку регистрирует все и менеджеры, и активные партнеры, все регистрируют вниз. Это процесс, пока вы не научитесь. Вы тех новичков уже можете тоже обеспечить новыми людьми, новичками, чтобы люди быстрее включались в проект. А когда человек стартует, у него еще нет потока людей, нет регистрации. Вы допустим, одного зарегистрировали в отдельную ветку, а вы не можете ему обеспечить уже каких-то новичков, чтобы уже пошли регистрации и так далее. Поэтому принцип, когда мы строим вместе, пока вы учитесь, совместную командную ветку, он очень эффективен. Ваши новички тоже не будут оставаться без поддержки и тоже могут стартовать очень активно в проекте. Я прошу это учитывать. Чего еще? Ну, командная работа, как я уже сказала, да, вначале вы формируете, запускаете систему. Это очень похоже на снеж. Чтобы получился ком, да, надо вначале очень скрепить, да, вот, ну, если кто-то лепел когда-то снеговиков, да, знает, что самое первое вначале очень трудно вот это вот, это вот так, чтобы оно не распадалось, а держалось. Вот самая ваша главная задача себя собрать, себя настроить, да, найти своих партнеров, да, найти первых людей, с кем можно уже объединиться в вашем общем деле. И, как говорится, а потом уже это все может развиваться, да. Да, как я говорю, 10 активных людей нашли в свою организацию. Сколько вы на это времени потратите, вас никто в шею не гонит. Но знаете, что это может случиться, да, вот у нас организация там больше 500-600 тысяч человек. Смотрите, уже мы же это сделали, мы такие же люди, как вы. Вот у Ани Бабаян больше 500 человек в организации, понимаете, ну, сделали, мы такие же люди, как вы, не лучше, ну, не хуже, ну, имеется в виду, как. Да, возможно, что-то там мы отличаемся, потому что мы все индивидуальные, но мы такие же, как вы, и стартовали мы все с нами. Эти люди потом начнут приглашать, и те люди приглашать, потому что такая система. Здесь разрешено всем приглашать, это преимущество компании Reflame. И вы можете собрать свою тысячу человек совместными усилиями легко, потому что у нас командная работа. И, конечно же, что хочу сказать, на лучшие результаты, получается, у тех, кто отдается этой работе, ну, погружается в нее. Потому что если вы присмотрелись со стороны, один тренинг послушали в неделю, там, да, больше потом у вас постоянно нет времени, вы, ну, как-то не захотели этому уделять внимания. Поверьте, мало что получится у вас. Я хочу быть честной, и мы говорим, да, вам нужно мало, но ежедневно. Два-три часа, но ежедневно. Может быть, час даже. Но открывайте, пожалуйста, на этот час свой магазин, делайте какие-то рекламные действия, обсудите со своим менеджером, да, если у вас плотный график, но обсудите со своим менеджером, что я могу делать час в день, да, какой объем работы. Да, у вас дольше будет результат, но если вы будете делать ежедневно, по чуть-чуть, это все равно гораздо лучше, чем вы один раз в неделю зашли и целый день там посидели, чего-то поделали. Поверьте, нет, потому что, ну, там свои законы в этом бизнесе, по чуть-чуть, но каждый день, на это нужно настроиться. Поэтому выделяйте время, задавайте вопросы, будьте активны. Я вам всем желаю, чтобы вы серьезно это восприняли и как можно быстрее попали в ключевую команду. Заявите своему менеджеру, что вы готовы развиваться, вы хотите стать активным партнером, да, и вас добавят в чат ключевых партнеров, там плотное сопровождение, отслеживание ваших результатов, всех ваших квалификаций, всегда вовремя подсказка. Ну, там собраны уже люди, которые активны, потому что, если вы сейчас находитесь в чате ветки, да, то вы заметите, что чат, ну, он не кипит какими-то новостями, он не должен, по идее, кипеть, потому что этот чат создан для знакомства людей, чтобы вы видели своих новых людей, да, новичков. Да, мы там ответим на вопросы, но зачастую люди только присматриваются в этом чате к коллективу, поэтому там не очень активно, мы, возможно, только объявления, приглашения там на вебинары туда выставляем. Но вы присматриваетесь, да, вы только вникаете в суть дела, да, но если вы будете проявлять активность, писать либо в личку, либо задавать в том же чате вопросы, мы вас заметим и будем видеть, что вам это интересно, мы вас добавим в другие чаты, и там уже больше информации и так далее вы можете получать. Поэтому я вас благодарю за то, что вы выделили время в воскресенье. Надеюсь, сегодняшняя встреча была очень полезна. Те, кто пришли второй раз, третий раз, вижу, пришли люди послушать, я думаю, все равно что-то новое услышали и что-то для себя, хотя бы если вы уже начали что-то делать, да, сегодня еще лишний раз вы себя проверили, что вы уже успели сделать, да, тут ли у вас налажено, так ли вы это делаете, каких знаний не хватает, заявляйте о себе, говорите, вот мне уже надо вот это, мне тут непонятно, мы вам вышли в инструкции. Конечно, очень много и в ютубе сейчас различной информации, вы тоже можете, как говорится, все можно в поисковике забить, все есть. А реклайн такая компания, которая делится, партнеры очень открыты, делятся своим опытом и так далее. Поэтому есть где взять информацию, как работать. От вас выделяйте время, ваше желание, ну и, как говорится, заявляйте о себе, чтобы мы хотя бы знали, что у вас сложности, чтобы мы могли вам помочь. Всем большое спасибо, всем хорошего еще сегодня выходного дня, проводите время с семьей, нужно уделять этому время. Вот, ну и если есть свободное время, запускайте свою работу уже сегодня, нечего ждать, потому что кроме нас, о нашей жизни, о наших доходах, никто не позаботится. Продолжение следует... Продолжение следует... Компания Арифлейм началась с мечты, дать людям возможность изменить их жизнь к лучшему и помочь их мечтам сбыться. Мы основали компанию Арифлейм, мечтая о том, чтобы каждый человек получил шанс на блестящее будущее, предлагая шведскую косметику, вдохновленную природой, и динамичные бизнес-возможности, доступные всем. В Швеции у нас есть международная команда, которая занимается разработкой высококачественной инновационной продукции, косметики и велнес. Мы предлагаем новинки красоты, основанные на силе природы, новейших открытиях науки и последних веяниях моды и рынка. Выбрав Арифлейм, вы получите признание ваших успехов, будете наслаждаться эксклюзивными путешествиями и посещать международные и мотивационные мероприятия. Мы, сотрудники и лидеры Арифлейм, обещаем поддержать вас на пути к вашему успеху. И мы желаем вам прекрасного, успешного старта в Арифлейм. Арифлейм Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин